Сегодня уделим немножечко внимания кистеню, точнее его варианту гасила, которая отличается, во-первых, тем, что нет рукояти, без веревка. Более подробно можно будет в интернете прочитать, мы же посмотрим, как можно из подручных средств сделать. Берем шнурок, ну, первый же вариант, например, болт. Делаем петельку и затягиваем. Вот получаем вариант гасила. Если мы накрутим на руку, мы уже получим вкладку. Отпускаем и можем наносить варианты ударов. Еще одним простым вариантом, берем гайку, продеваем. Таким образом получаем также короткий вариант. Ну, гайка, конечно, потяжелее. Если нам нужно, грубо говоря, избавиться от нее, мы просто отпускаем половинку, и у нас остается выкишнурок. То же самое, замочек. Раз, продеваем. Вот мы получили гасила. Если сделаем в варианте петельки, то, соответственно, мы получим большую глюну. Возьмем за две половинки, получаем короче. Отпускаем. У нас остается просто шнурок. Если нет у нас ничего, обычно берем либо пакет, либо носок, либо платок. Что-то тяжелое забиваем. Вот получаем короткий вариант. В конце концов, Сильву, например, брал бельярный шар, заматывал в полотенце. То же самое мы можем забить песком, граве, то, что есть под рукой. Если что, это не жалко будет выкинуть. Маленький мешочек, носок. Вот уже короткая дистанция. Если же у нас есть шнурок и чуть-чуть времени, опять же, создаем петельку. Мокидываем. Затягиваем. Основные технические действия для разгона это вращение, то есть, так же, как нунчаками. Либо создаем натяжение и взрывное действие. Удар. Минусами можно назвать чем длиннее, тем менее контроленнее. То есть, риск попасть в себя и травмировать себя. Но одним из несомненных плюсов является то, что против него фактически нет, ну, очень сложно защититься. То есть, я наношу туда, даже если он пытается защититься от него. Ну, просто огибаем защиту. Либо же, если длинное, я могу заплести и дернуть. То есть, оно раскроет с вариантами перехода. Да. Варианты названий этнических, японских, китайцы можете посмотреть в интернете. Чуть важнее рассмотрим некоторых конкретных технических действий.